В Староскольском городском округе отмечен рост заболеваемости коронавирусом среди детей. За неделю выявлено 29 случаев. Но если дети переносят инфекцию в основном легко, то среди зараженных старшего возраста вновь обострились случаи тяжелой формы. Темпы распространения ковида и вакцинации в округе обсудили на брифинге в администрации. 43 821 житель Староскольского городского округа прошел вакцинацию. Это 35% от необходимого числа для создания коллективного иммунитета к коронавирусу. У нас в социальной сфере на сегодняшний день провакцинировано 44,3%. К примеру, из этой категории образовательные учреждения 61%, учреждения культуры 64%. Это от всего, от всех работников этой сферы. 62% – учреждения физической культуры и спорта. Наиболее слабые 20% – учреждения высшего и среднего профессионального образования с локацией в городе Старомосколе. В сфере ЖКХ более 43% привитых. Предприятия АПК – 23,6%. Почти столько же в сфере промышленности и торговли. Меньше всего вакцинированных в компаниях финансово-кредитной сферы – 16%. Среди сотрудников администрации округа привитых – 71%. Руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Елена Катаева отметила, что общая заболеваемость населения с середины марта увеличилась вдвое по сравнению со средним многолетними показателями. Очень высокое количество пневмоний регистрируется еженедельно. От 70 до 100 случаев пневмоний еженедельно. Очень большой показатель. Также наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости за прошедшую неделю у нас составил 74,8 на 100 тысяч населения. И это больше по сравнению с предыдущей неделей на 45%. Причём среди заболевших растёт количество детей – 29 случаев за неделю. Также вновь пошли тяжёлые формы протекания болезни. Если было ноль, то сейчас их пять. Категория какая-то. Это 60 плюс. От 60 до 80, до 90 лет. Это тяжёлая форма заболевания. Почему? Эти люди могли бы ещё немножко прожить. Представляете, какой сейчас курс лечения не проходит. На Белгородщине сегодня прививают тремя видами вакцины. Случаев смерти или ущерба здоровью в результате введения препарата в округе не зарегистрировано. Предусмотрены страховые случаи, так называемые. Если во время прививки, не дай бог, кто-то умер, кто-то получил там ущерб здоровью, всё такое. Государству предусмотрено возмещение этого причинённого ущерба. То есть материально. То есть если человек понёс ущерб, он считает, что во время вакцины от этой, то есть он праве получить компенсацию. Либо родственники, не дай бог, кто это умрёт. Вот на сегодняшний момент, я вам докладываю, ни одного такого случая нет. Что бы кто-то вам ни говорил. Чтобы вернуться к прежнему образу жизни, путешествовать, ходить по магазинам без масок, проводить крупные массовые мероприятия, а также защитить здоровье и жизнь своих близких, необходимо выработать коллективный иммунитет. Сегодня в Саромосколе работают 10 пунктов вакцинации. Помимо этого в городе есть и мобильные прививочные пункты. Мария Шельпова, Алексей Грачёв, Ирина Чуликова, 9 канал.